привет привет дорогие подписчики зрителей всякая разность китай я вас приветствую сегодня у нас будет на распаковке вот такая посылочка присланная мне с магазина тайный дел посылочка шла с трек номером все отслеживалось пришла 25 дней очень быстро давайте приступим к распаковке посмотрим что у нас посылки интересного а здесь конечно же интересный товар по-другому не бывает у нас мы распакуем нашу посылочку достанем так все пакет пустой здесь мы видим пупырку убираем и вуаля здесь мы видим умные часы фирмы lemberg коробочка выглядит вот таким образом стильно элегантно ну давайте вскроем стать написано 43 миллиметра не знаю что это может размер какой-то так открывается вот таким образом выдвигается у нас коробочка и нас встречает вот такая коробочка с надписью lemberg переворачиваем ее и что нас встречает сразу имеется qr-код для android устройства android устройств поддерживает у нас от 4.3 android и bluetooth 4.0 ios у нас идет 7.1 то есть если у вас телефон старенький и android стоит ниже 4 и 3 вам не подойдут эти часы вы не сможете синхронизироваться ну что же давайте вскроем коробочку и посмотрим что у нас внутри таким образом выглядят у нас очень симпатично часики очень приятное покрытие коробки я не знаю мне очень нравится красивые и качественные упаковки это одна из них очень приятно такой soft touch покрытие так сами часы вот здесь на расположены давайте посмотрим на комплектацию о вот таким образом пластиковом стаканчике находятся у нас часики их пока уберем в сторону и здесь нас встречают инструкция самим часам а это даже не инструкция такая коробочка давайте посмотрим что внутри открываем здесь написано lemberg free smart watch user manual на английском языке вот такой мануальчик у нас идет кабель для зарядки смотрите с фирменным логотипом вот таким образом выглядит кабель ну в принципе ничего особенного но имеется фирменный логотип и тоже очень интересно так имеется у нас в комплекте запасной ремешок или не запасной в общем как его назвать правильно не знаю как видите стандартная поставка идет у нас с кожаным ремешком этот ремешок как заявляет производитель выполнен из кожи молодого бычка ну ну принципе пока на ощупь действительно похоже что-то на кожу но мы сейчас попозже перейдем к этим часам в общем имеется вот такие дополнительный ремешок то есть вы можете снять кожаный и одеть металлический и он имеется в комплекте для того чтобы поменять имеется вот такая отверточка специальная также имеется в комплекте и имеется док станция то есть для зарядки самих часов выглядит вот таким образом и самое интересное что она выполнена из алюминия имеется вот такой логотип лимберт то есть берете свои часы вставляете сюда имеется два контакта вставили и подключаем микро usb зарядного устройства и заряжаем ваши часы ну в общем то по комплектации я думаю что все больше ничего у нас здесь нету давайте пока все это уберем в сторону и перейдем непосредственно к самим часам достаем их из коробочки убираем коробочку да ну честно скажу на картинке я думал что они будут поменьше часики не маленькие и почему-то они стоят не знаю почему может быть батарейка села не знаю а стоят они просто без секундной стрелки то есть часы действительно наверно идут но просто не имеется секундной стрелки и не понятно идут эти часы или не идут в чем прикол этих часов ребят смотрите здесь находится двойной механизм этих часов то есть отдельный механизм идет причем ребят швейцарский механизм для этих часов. Именно для стрелок используется швейцарский механизм. Ну, не знаю, как вы знаете, швейцарские часы очень качественные и надежные. Надеюсь, что и эти часы будут такие же. И идет отдельно механизм, который отвечает именно за умные часы, которые считывают, сколько вы прошли, сколько вы пробежали, монитор сна, напоминание, будильник, шагомер, блютуз. Все здесь есть. И самое первое, что мне понравилось в этих часах, то, что эти два механизма разделены. То есть они работают независимо от друга друга, и у них у каждого разная батарея. На самом механизме часов-стрелок идет отдельно батареечка, которая, как заявляет производитель, рассчитана на 7 лет. То есть 7 лет вам этой батарейки хватит, и часы у вас не остановятся. То есть функция часов в течение 7 лет у вас стрелки будут показывать точное время. А вот для умных часов, которые установлены здесь микросхема, батареечка у нас установлена тоже отдельно, но ее хватает гораздо меньше, ее хватает около 10 дней. То есть функция умных часов, можно ей пользоваться в течение 10 дней без подзарядки. Далее что? Сам корпус у нас выполнен из алюминия. Часы водонепроницаемые. Заявлено, что можно погружаться в этих часах до 30 метров. Ремешок, как я вам говорил, заявлено, что выполнен из кожи молодого бычка. Ну на ощупь, ребята, это 100% кожа, потому что она очень мягкий. Ремешок очень мягкий, смотрите, и очень приятный на ощупь. Здесь также имеется фирменный логотип нашей марки Limbert. Ну выглядит очень стильно и интересно. Кстати, ребята, как вы заметили, имеются под каждой цифркой у нас вот такие маленькие кристаллики. Как видите, под каждой цифрой имеются маленькие кристаллики. Как заявляет производитель, это кристаллы Сваровских. То есть, это не просто какие-то стеклышки и камушки, а это кристаллы Сваровских и добавляет этим часам определенный статус. И, ну, как вы понимаете, в определенных случаях этим можно даже похвастаться и сказать, что у вас имеются кристаллы Сваровских. Плюс еще стекло здесь стоит сапфировое, устойчиво к царапинам и к повреждениям. В общем, как вы заметили, что здесь никаких огоньков не горит. Я предполагаю, что аккумуляторная батарея для самих умных часов подсела, так как я вам сказал, что батарея рассчитана у нас около 10 дней она держится, пока часы добирались, пока они у меня лежали на почте, там туда-сюда видно, батареечка подсела. Ну, давайте сейчас проверим, поставим зарядное устройство. Вот я уже подключил кабель, взял зарядное устройство, вставляем штекер в саму док-станцию, вставили и просто-напросто одеваем наши часы, предусмотренное для них место. Ну и посмотрим, что произойдет. Вот таким образом вставляем, оп, о, смотрите, сразу замигали огоньки. Вот как видите, происходит зарядка, то есть огоньки загораются до циферки 3. И что же это может обозначать? Давайте посмотрим инструкцию. Где-то я видел в инструкции, вот здесь, по-моему, на крышке указаны обозначения. Да, ребятки, вот смотрите, все очень просто. Эти огоньки у нас мигают не просто так для красоты, а у них есть свое обозначение. То есть, смотрите, вот сейчас у нас горит до троечки. Это означает, что батарейка у нас заряжена на 25%. Интересно, почему они не были включены? Ну ладно, разберемся. Далее, если огоньки у вас будут гореть до цифры 6, это означает 50%. Если на цифру 9 будут догорать, огоньки дальше не гореть, это означает 75%. И если горит полностью все огоньки, значит заряд 100%. Вот такое оригинальное решение использовано в этих часах. Оно довольно интересное. Ну что, смотрите, уже показывает, что 50%, потому что огоньки догорают до цифры 6. Ну что же, ладенько, пусть часы у нас заряжаются. Давайте попробуем скачать приложение, которое нам дает производитель и посмотрим, что имеется в самом приложении. Включаем нашу программку для считывания QR-кодов и скачиваем для iOS. Так, оп, включилось. Сейчас мы перейдем на сайт. Так, вот, смотрите, ап, ап, ап. Нажимаем, скачиваем. Спрашивает установить. Установить. Так, давайте проверим, началось у нас скачивание самой программки. Давайте дождемся завершения загрузки и посмотрим, какой функционал у этих часов. Итак, приложение у нас установилось. Нажимаем на него и что нам пишет? Ненадежный корпоративный разработчик. Что же делать, спросите вы. Ну мало ли кто-то знает, я вам подскажу, как добавить это приложение в надежный источник. Так, заходим в настройки. Нажимаем. Выбираем функцию основные. Переходим в графу профиль. Заходим в Шенчжень. Тра-та-та. И вот у нас пишет доверять этому устройству или не доверять. Нажимаем доверять. Все. Программка у нас готова к использованию. Ну что же, давайте заходим в нее теперь снова. И так, вот у нас программка открылась. Тут у нас идут разнообразные приложения, рассказы. Сейчас мы это все пролистаем. Так, все. Итак, при первом включении программка у вас запросит регистрацию, то есть попросит вас либо дать свой email, либо ваш номер телефона. И тем самым вы при регистрации получите код, который нужен для запуска этого приложения. В общем, ничего сложного. Я это быстренько сейчас произвел. И давайте посмотрим, что у нас появилось теперь. Вот такое приложение у нас. Таким образом оно выглядит. Здесь пока по нулям. Давайте посмотрим настройки. Сеттинг. Так, интересно. В настройках написано синхронизация даты. Неужели часы сами будут синхронизироваться? Давайте сейчас проверим. Вдруг стрелки перейдут сами. Давайте нажимаем на синхронизацию. И смотрим, что происходит. Нет, видимо, стрелки надо настраивать ручную. Но у нас появился вот такой функционал. В общем, имеет саму статус. Также вы выставляете сколько хотите пройти. Сейчас автоматически установлю 10 тысяч шагов. То есть вы можете установить предел 10 тысяч шагов. Если вы прошли, к примеру, там пробежали 10 тысяч шагов, вы добили свои цели. Также показывают дистанцию, показывают сожженные калории. Имеется монитор сна. Показывается качество сна. Имеется рекомендуемые калории. Сколько необходимо вам калорий. Далее, что у нас? Ну, здесь дата. Здесь календарь у нас имеется. Также можно более тщательно просматривать всю информацию. Будет у вас показываться, в какое время, какое количество вы прошли шагов. Также можно что у нас здесь? Посмотреть калории, в какое время и сколько у вас было сожжено. Так, сон. Также можно посмотреть, в какие промежутки вы хорошо спали или плохо спали. Все это можно здесь просматривать. Ну, в общем-то, да, это обыкновенные, в принципе, умные часы. Но здесь без сенсорного дисплея, ремешок из кожи молодого бычка, кристаллы Сваровски, сафирное стекло, водонепроницаемые, алюминиевый корпус, швейцарский механизм и многое другое. И вся эта прелесть, ребята, стоит 99 долларов в магазине Тайни Дил. Ну, давайте проверим на руку, как они вообще смотрятся на руке. Часы не очень тяжелые, довольно легенькие, за счет того, что материал, который используется для изготовления корпуса, у нас алюминий. Как известно, алюминий очень легкий. Так, давайте сейчас я одену часы на руку и посмотрите, как они выглядят вообще на руке. Вот таким образом несложно надеваются часики. Ну, смотрите. Вот таким образом выглядят часики, довольно классический вид, да, но довольно функциональный. То есть, можно также поменять металлический браслет, поставить, как я ему говорил. В общем, часы довольно симпатичные, красивые. Также имеются еще в темном цвете, черный корпус. Ссылочку на эти часы я оставлю, как всегда, под видео, в описании видео. Если кто-то заинтересовался и хочет приобрести такие часы себе, переходите по ссылке, приобретайте, и вы получите весь этот комплект, который присутствовал в распаковке. Часики интересные, как бы и классические, и современные. Если вы что-то выбираете себе подобное, советую, приобретайте. Ну, а на этом я хочу с вами попрощаться, пожелать вам крепкого здоровья, быть позитивными по жизни. А вот смотрите, еще когда входящий звонок, часы вибрируют. Как раз вовремя зазвонил телефон. Часы еще имеют уведомления о входящих звонках, то есть, если вам на телефон поступает звонок, часы начинают вибрировать. Вот такая еще функция у нас есть. Ну, в общем-то, и все, ребятки. Подписывайтесь на канал «Всякоразная из Китая», ставьте лайки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok